Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы будем замораживать фрукты. Для этого нам нужны, конечно, морозильники. Они бывают вот такие маленькие, бывают вместе с холодильником, как мы привыкли. Обычно сверху, но сейчас уже давно они появились и снизу, которые имеют большой объем. Вот там очень удобно держать эти фрукты, и они будут замораживаться, помимо того, что мы там держим мясо, курицу и всякое прочее. Ну что ж, для того, чтобы зимой тоже можно было приготовить вот такие чизкеки, пироги, торты, то есть с фруктами. Теми, которые мы зимой не можем достать, это вишни, это абрикосы, это малина, это красная алча, это может быть слива. Ну, опять же, это по вашему вкусу. Это может быть кизил, который при простуде вам понадобится. Мы покупаем наши фрукты, очистим их от плодоножки, хорошенечко помоем, выбираем мягкие, неспелые, испорченные, естественно, выкидываем, а остальные высушиваем полотенцем и приобретаем вот такие пакеты. Это зип-пакеты, они для пищевой промышленности всегда приготовляются. И, смотрите, промытые чистые фрукты собираем в этот пакет. Вот и вся хитрость. Если нет зип-пакета, конечно же, можете взять целлофановые пакеты для продуктов. Две штучки друг друга, значит, в один насыпали, завязали узелок, выпустили воздух, завязали узелок и второй точно так же. А то и можно положить в три пакета. Почему делается так? Потому что вот эти зип-пакеты не пропускают воздух ни внаружу, ни вовнутрь. А вот те, которые мы называем пингвинами, вот те пакеты, они даже через два слоя порой пропускают воздух. Каким образом, я не знаю, но там продукты бывают немножечко пахнут вот холодильником, скажем так. Теперь возьмем абрикосы. Абрикосы немножечко по-другому. Можно сделать целые. Для этого берем маленькие абрикосики, такие вот. Бывают мелкие, бывают крупные. Крупные для варенья, а мелкие для повидла, для чрема, для конфитюра и для того, чтобы заморозить. Очень удобно. Если вы хотите с косточками, берите маленькие и тоже собирайте вот такие пакеты. Скажете, мало-мало, используйте два пакета. Собрали. Опять же, выпрямляем на столе, чтобы они были в один ряд, как говорится, не в кучку, чтобы кулечки потом могли складывать на друг друга. Так они занимают мало места. Конечно же, можете сказать, а что нельзя в коробочках, пожалуйста, делайте в коробочках. Но тогда у вас уйдет больше места в холодильнике. Вернее, в морозильнике. Вот так. И еще можно сделать вот такие половинчатые. То есть удалили косточку. Она нам все равно не нужна зимой, как говорится. А половинки собрали вот опять же в пакет. Как видели, вот тот чизкек я приготовила из половинок. Он был такой вкусный. Бывает так, что в сезон мы даже и не успеваем приготовить. А зимой хочется. А хочется, значит, мы должны их заготовить сейчас. Опять же, все хорошенечко выпрямляем, закрываем. И вот и вся работа. Трудно? Нет, конечно. Вот целые, а вот половиночки. И вот вишня. Скажете, а черешню, а все остальное, все остальное надо есть сейчас, режем. Это мы делаем только для того, чтобы могли спечь зимой. Ну что ж, понравилось? Если понравилось, делитесь этим видео со знакомыми и близкими. Пусть они тоже знают. Ну, многие знают. Ну, может, кто-то из молодых не знает. Пожалуйста, если хотите, можете написать. Видно, что название писать не будете. Можно напишите, какого числа или там какого года. Не думаю, что они у вас пролежат года 2-3 в холодильнике. Ну, вот так. А теперь хочу попрощаться с вами. Пожелать вам удачи, успехов. Готовьте. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите ваши комментарии. Хотите подписаться? Нажмите на красную стрелку. И видео будут приходить к вам сами. А пока. Всего вам доброго. Пока-пока.